Нина? Смотрите, кто к вам пришёл. Здравствуй, Нина. Вы узнали его? Да. Узнала. Очень хорошо. А как его зовут? Я не знаю. Зачем же вы сказали, что вы его узнали? Мне профессор сказал, что я знаю. И я знал. Что это? Откуда у неё ожоги на висках? Не беспокойся, господин Штольман. Это следы от лечения электричеством. К вискам пациента подводятся электроды. Сквозь них пропускаются электрические разряды. Мне знаком этот воровский метод. Вы ошибаетесь. Этот метод самый прогрессивный и весьма эффективный. Вы должны мне доверять, господин Штольман, если вы хотите, чтобы ваша супруга выздоровела. Это пытка. Я прошу вас впредь сообщать мне о любых способах лечения, которые вы собираетесь испробовать. Без моего письменного разрешения я запрещаю вам применять его. Как вам будет угодно. И вот. Судья грозно смотрит в зал и замечает, что подсудимый спит. И изрекает громовым голосом. Обвиняемый. Извольте проснуться. Вы не в итальянской опере. Ну, не господин Вернур. Так, стало быть, вы служитель Фемиды? Да. Я был прокурором. Но вот уже пять лет как в отставке. Наслаждаюсь тихой семейной жизнью. Папа! Папа! Я каталась на санках! Зоинька, ты же видишь, я занят. К делу, господин Клюев. Я буду счастлив купить ваш особняк, если вы согласны на мою цену. Да. Лев Львович. Круга. Этот дом больше для человека с большим семейством. Не для такого одиночки, как я. Вы сказали, что покидаете Затонск. Почему? Наскучил город. Что ж... Желаю вам счастья на новом месте. Благодарю. Что, подпишем Купчу? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я видел, как она страстно целовалась с ним в парке На следующий день после того, как согласилась стать моей женой Что же делать? Так устроенные женщины Любят только тех, кто их мочит Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спаси его Спасти кого? Ольга Матвеевна, у вашего мужа был дома револьвер или какое-нибудь другое оружие? Нет, не было Вы ранее говорили, что слышали выстрел? Может быть, какой-то хлопок, я не помню Хлопок стало быть Доктор, а вы что скажете? Антон Андреевич, ну, на мой взгляд, здесь все понятно Смерть наступила в результате поражения К артечью? Да, да, к артечью Господа Мое почтение Ольга Матвеевна, примите соболезнования Благодарю Благодарю Если у вас больше нет вопросов, прошу меня простить Я должна сказать детям Разумеется Антон Андреевич, извольте доложить, что здесь произошло? Думаю, бомбу бросили Бомбу? Да, и бросили ее с крыши через дымоход Значит, умышленное убийство? Да По моей версии, злоумышленников было минимум двое Один наблюдал за окнами, шторы были не задернуты Второй ждал сигнала на крыше И как только господин Вернер сел в кресло перед камином Злоумышленник за окном подал сигнал на крышу И бомба полетела вниз И вот результат Бедный Вернер Когда-то давно Мы с ним были приятелями Его убийца должен быть найден Бедный Вернер Бедный Вернер Бедный Вернер ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ВЫСТРЕЛ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Вас не было целую неделю? В Петербурге было много дел. Новости есть? Боюсь, неутешительная. Несмотря на все усилия профессора, состояние Нежинское не меняется. Ну, может, это я к лучшему. Ей лучше остаться в лечебнице, чем уехать на каторгу. Это ведь значит, что мы никогда не будем вместе. Яков Платоныч, мы бы уже давно были вместе. Если бы вы мне сразу все рассказали. Да я даже думать не смел. Предложить вам жить со мной без венчания и бросить вызов обществу. А вы готовы в угоду этому самому обществу отказаться от меня? Да я жить без тебя не могу. Так и не надо. Лучше подумай, чтобы все устроить, чтобы мы жили вместе. Лучше подумай. Это не молоко. Не гашеная изи с водой. Закупорили, да по двери бросили. Господи, да что ж за них весней такое сотворил-то? Куря-то какое! Куря какое! Акулина, Акулина! Постойте! Вы хорошо знали убитую? Да кто же ее не знал-то? Акулен Порфирьевна, акушерка наша. Сколько младенцам помогла на свет появиться моих, двоих принимала. А вы, случайно, не знаете, кто ей молоко доставлял? Так молочник наш, Афанасий. Мы все у него молоко берем. Так-то он обычно часов восемь приезжает. Ага, Афанасий, благодарю вас. Давай к Милцу. Расходимся, не толпимся. Чернышев за мной. Господи. Доброе утро, господин Клюев. Доброе утро, господин Штармин. Что привело вас ко мне в столь ранний час? Не поверите, явился подолгу служба. Солнце всходит и заходит. С вами все в порядке? Да, не извольте беспокоиться. Просто человеку свойственно зарастать хламом. Вот я избавляюсь от ненужных вещей. К тому же я продал дом. Господину Вернеру, если я не ошибаюсь. Да, и ему самому. Вчера вечером он был убит. Я опрашиваю всех, кто виделся с ним в последние дни. Убили? Вы как будто рады это слышать? Он мне никогда не нравился. Неприятный был человек. Ну, это же не повод желать ему смерти. Уж простите. И как долго продолжалась ваша встреча? Не более часа. Подписали купчу, я забрал деньги и ушел. Он не говорил вам, что опасается за свою жизнь, но, может быть, обмолвился случайно? Наоборот. Он сиял от осознания собственной важности и превосходства. Как и все господа его сорта. Что вы имеете в виду? Вернер. Был продажным прокурором. Да, может, как костей. Такого подобострастия к вышестоящим чинам я не видал давно. Нынче такие взгляды не редкость, господин Клюев. Я благодарю вас, проверьте. И куда бы вы ни отправились отсюда, я желаю вам удачи. И прошу вас, не держите на меня зло. Гаудиум Маньум. Значит, никто из прислуги и соседей Вернера ничего не видел? Нет, мы это положим неудивительно. Но на крыше должны были остаться следы. А их не было? Дворник успел убрать крышу. Шел снег. Большими хлопьями шел снег. Досадно. Николай Васильевич, а вы не думаете, что убийство господина Вернера возможно просто месть за жестокий приговор? Да что вы, жестокий приговор. Лев Львович всегда просил для обвиняемого наказания ниже низшего предела. За это лишился должности. Слишком мягок был. Странно. А вот господину Клюеву он показался эдаким держимордой. Перепутал или переврал. Вы же сами говорите, что люди порой меняют свои убеждения. Да, это верно. Мы давно не общались с Вернером. Жизнь развела. А, Антон Андреевич, ну что там за несчастный случай с акушеркой на фруктовой? Боюсь, что это был вовсе не несчастный случай. Так. Акулину определенно убили. Эков Платоныч, полюбуйтесь. Мне кое-что удалось найти. Вот, смотрите. Что это? Буквы. Но какие? Вы ведь не верите в подобные совпадения? Господа, я понимаю, что у вас могут быть свои тайны. Ну, может быть, вы просветите начальника полицейского отделения? Этот Рябушинский постоянно пишет Виктору. Требует, чтобы он дал жене развод. А ведь это прямое доказательство, что у них связь с мадам Мироновой. Я слышал, что они весьма сблизились после того, как мой брат ушел из семьи. Так, ведь это невероятная удача. Виктор мог бы обвинить жену в измене, легко получить развод и право вступить в новый брак. Но, правда, он совершенно не хочет об этом слышать. Елизавета Гавриловна, мой брат, как и все люди нашего сословия, привержен некоторым предрассудкам. Он никогда не станет порочить доброе имя жены. А что же делать мне? Я в полном отчаянии. А позвольте спросить вас, зачем вам вообще понадобился мой брат? Погруженный таким количеством мужчин, но мужчин весьма достойных, которые, может быть, только и делают, что мечтают о вашей благосклонности. Холодные руки. Петр Иванович, говорите яснее. В любви драгоценной Елизаветы Гавриловны молчание. Красноярихи веет любых слов. Так это значит, в вашей Крутин акушерку убил? Ну, а что прикажете думать? Недоброжелателей у Коростылевой не было. А эти буквы его визитная карточка. Где же я это слышал, Коростылев? Вот, Коростылева Акулина. Семь лет назад обвинялась в умышленном изгнании плода. Благодарю. Прошу, подождите меня здесь. Велен следовать повсеместно. У меня личный разговор. Неужели вы и при нем будете присутствовать? Так и быть, сударыня. Премного благодарна. Андрей Петрович, меня никто не встретил? Где ваш лакей? Я его рассчитал. Я пришла вернуть вам кольцо. Оставьте себе, оно мне не нужно. Нет. Наступит день, когда вы подарите его женщине, которую полюбите. Вы считаете, что я еще должен рисковать своим сердцем? Андрей Петрович, простите меня. Я не должна была. Я очень виновата перед вами. Все сказали? Можете уходить. Нет, это не все. Сегодня ночью ко мне приходил дух женщины. У нее был кулон с точно таким же рубином. Вот как? Я думаю, что это связано с вами. Понятно. Вы говорили, что полгода прожили в Испании. А эта женщина явно была испанкой. И вы решили, что это моя возлюбленная лишь потому, что на ней был кулон с рубином? Не только. Она сказала, спаси его. Эта женщина и ее слова ко мне не имеют никакого отношения. ко мне не имеют никакого отношения. Анатолий Петрович, вы плохо выглядите. Мне кажется, вы больны. Что ли, он женат? Он бросит вас. Едемте домой. Да, я виновата перед вами. Но не смейте оскорблять Штольмана при мне. Простите меня. Госпожа Габи Николаеску покончила с собой, приняв цианистый калий. В ее номере нашли флакон с остатками настойки из теллеры карликовой. Ее обыкновенно употребляют для прерывания беременности. Вскрытие подтвердило недавний выкидыш. На каком основании обвинили Коростылеву? Госпожа Николаеску посещала ее за три дня до смерти. Однако Коростылева отрицает, что продала ей настойку. По ее словам, приезжая дама обратилась только для того, чтобы подтвердить свою беременность. Да, весьма печально. Акушерка оказала даме услугу, а та взяла и покончила с собой. Услугу? Николай Васильевич, что вы такое говорите? Это ведь преступление. Антон Андреевич, я всегда полагал, что это личное дело всякой женщины. И к тому же суд оправдал акушерку. Она до сих пор практиковала. В том-то и дело, что никакого суда не было. Дело за неимением улик закрыл прокурор Вернер. Получается, что убийства Коросталева и Вернера могут быть связаны? Об этом я и пытаюсь вам сказать. Одно убийство за другим, одно за другим. А вы по-прежнему считаете, что Крутин тут ни при чем? Я совершенно уверен, что это не он. Крутин верит, что рождение – это зло. А за то, что совершила Коросталева, он должен был ее наградить, а не убивать. Ну, а буквы могут означать… Что? Гаудио Мунди Новаштели Челли Прокорем Солем. Начало одного из главных католических гимнов. Гаудио Мунди радость миру. Госпожа Николуэску была иностранкой, возможно, католической верой. Что ж вы полагаете, что это месяц родственников? В любом случае, это нужно проверить. Я наведу справки, кем она была и откуда приехала в Затонск. Интересно. Благодарю, любезный. Петр! Фиксер. Бог. Вот это встреча! Ну, слушай. Слушай, а не поехать ли нам сейчас, вот прямо сейчас с тобой к Голубцову, а? Поужинаем вместе. Выклим вина, а? Я бы с радостью, Виктор, но я не могу. И потом, не слишком ли поздно, не пора ли тебе домой? Лиза волнуется. Слушай, ну, зачем ты мне напомнил? Поехали! Долг брата, подожди. Я ведь на самом деле рад за тебя. Я рад, что ты вкушаешь все прелести в жизни. Честное слово. Кто она? Скажи мне, кто? Хочу знать. Бень, ты о ком? Кто? О ком ты? О, Господи. Послушай, я же не... Ты встречался с дамой. Кто она? Петр Петр. Я встречался с клиентом. Что ты говоришь? Правильно, правильно, правильно. Всегда все отрицай. Даже если тебя застукали с понятыми. Ну, молчи, и сними. Когда у тебя следующая встреча с клиентом? Разумеется. Послезавтра. В два часа по полудня. Послезавтра. Отмени-ка встречу. Отмени. И как бы случайно вернись домой. В час дня. Хотя нет. К половине второго. Изволь. Ну, зачем? Ты не задавай мне сейчас вопросов. Поверь, это очень важно, прежде всего, для тебя. И... Просто сделай, как я сказал. Ты жалеешь о том, что было между нами? Ни одной секунды. Ну, не совершили ли мы ошибку? Ты ведь теперь знаешь мое прошлое. Я не слышать ничего не хочу. Я раньше была другой. Как все девочки, я мечтала о любви. О замужестве. Хотела с любимым под венец пойти чистой. Целомудренно. Не вышло. Ну, твоя любовь, она... Она вернула мне эти мечты. Это глупо, прости. Нет, 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 ты права. Пусть, пусть все будет так, как ты мечтала. Церковь и венчание, и белое платье. И до свадьбы неделю не будем встречаться. Только бы скорее. Скоро. Думаешь? Чувствую. Жить без тебя не могу. Доктор, скажите, а вы давно видели господина Клюева? Ну, может быть, неделю назад, дней десять, а что-то случилось? Я заходила к нему вчера, мне не понравилось его состояние. Ну, вот как. Ну, и что вы думаете, ваш диагноз? Ярное расстройство. Возможно, психоз. Бросьте вы. Я думаю, все гораздо проще. Он, мужчина, мог выпить лишнего. Алкогольная интоксикация. Что с вами? Доктор, спасите. Ну, трогает. Будто нож проглотил. Что вы сегодня ели? Ничего. А вчера? Анна Викторовна, рвотная. Доктор, спасите. Конфеты я забираю, нужно изучить их состав. Барин больше ничего не ел? Нет, не успели. В Затонске вроде такие не продают. Так ему прислали вчера. Кто прислал? Не знаю. Ему подарки-то подношения по ней каждый день слали. Важный был человек. И чем же важный человек занимался? Так он служил в уездном театре, в кассе. Вчера только в отпуск приехал. Действительно важный человек. Что это такое за чертовщина? Это не чертовщина, доктор. Это толченое стекло, которое подсыпали ему в пищу. Что-то суда нас ел, господин Бортищев. Ничего, какого он у нас и... Анна Викторовна... Анна Викторовна... Анна Викторовна... Доктор, а вы можете извлечь остальные осколки? Все? Да. А представляете, сколько на это уйдет времени? И потом, для чего это надо? Честно признаться, я сама не до конца понимаю. Но если вы не против, можно я сама? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вам господин Трегубов. Трегубов? Спроси. Проходите. Николай Васильевич. Ольга Матвеевна, вчера мы ее виделись мельком. Надеюсь, вы не сердитесь, что я решил еще раз лично принести вам мои соболезнования. Нет, нисколько. Я тронута. Я расследую дело. Скажите, Лев... Лев Львович не упоминал при вас дело Крастылевой? Нет. Не припомню. А имя некой Габи Николаевского ни о чем вам не говорит? Ровным счетом. У меня есть основания полагать, что смерть вашего мужа связана с этим делом. Правда, прошло много лет, но я надеялся, что вы что-то помните. Я все помню, Коля. И прошу тебя, давай оставим церемонии. Тринадцать лет. Ялта. Июнь. Твой белый кружевной зонтик. Две недели абсолютного счастья. Босвой ножкой на песку ты и портрет Марии Саварина. Прошу тебя, не надо. Не надо читать стихов. Ты совсем не изменился. Глупости. Поверь мне, я наблюдал за тобой, когда случайно видел тебя на улице. Да. Лев так и не понял, почему ты ни разу не навестил нас после своего назначения в Затонск. Скажи, ты была с ним счастлива? Он был хорошим мужем. Ну, что ж. Мне пора. Подожди. Сядь, я. Я должна сказать тебе что-то очень важное. Что это? Это… Рубиновая крошка. Ее подсыпали в ей дуртищеву. Не слишком ли дорогой способ для убийства? Я не знаю. Спросите у ювелира. А это что? Что это? Кармен? Подождите, подождите. Видимо, в этих конфетах и находится ваша рубиновая крошка. Ртищев съел несколько штук сегодня утром, и я принес их Александру Францевичу для экспертизы. Кармен! А ведь ко мне приходил дух девушки в костюме Кармен. Певица-испанка. Она просила его спасти. Ведь и моя речь слабая про Ртищева. Испанка, семь лет назад в здешней гостинице покончила собой некая Габи Николуэску. После вскрытия ее увезли из города, здесь хоронить не стали. А сегодня утром я получил ответ на свои запросы. В губернской картотеке женщины под таким именем нет. Я знаю, с кем можно об этом поговорить. Но ты уверена, что… Да разве я сказала бы тебе, если бы не была в этом уверена? Гриша родился ровно через девять месяцев после моего возвращения из Ялты. Мне пришлось подкупить акушерку, чтобы она сказала мужу, что Гриша родился раньше срока. Ох уж эти акушерки. Ты что, не рад, что у тебя есть сын? У меня голова идет кругом. Я… Я даже не знаю, что сказать. Но почему ты столько времени молчала? Пока Лев был жив, я должна была молчать. Но сейчас я решила, что ты имеешь право знать правду. Оля… Что это? А это? Признаться, я и сама в недоумении нашла в корреспонденции мужа. Вы обратились по адресу. Но я вам ничего не скажу, пока вы не закроете дело против Анны Викторовны. Но вы же понимаете, это дело пустое формально. До суда его никто доводить не собирается. А зачем вам вообще понадобилось его открывать? Вот этого я вам сказать не могу. Пока. Но вы окажете неоценимую помощь в следствии, если расскажете все, что знаете. Кстати, Анна Викторовна посоветовала обратиться именно к вам. Значит, имя Габи Николаевского вам ни о чем не говорит? Ровным счетом. А Габриэла Мирани? Работнички. Работнички. Стойте! Что? Что вы себе позволяете? Что вы себе позволяете? Дело в том, что это не сахар. Точнее, это сахар, это улика. А ежели это улика? Что она делает на вашем столе? Разве должна так обращаться с уликами? Виноват. Кассир уездного театра артищев убит. А рубиновая крошка в конфетах не обнаружена. Сахар. Про него все позабыли. Его еще не проверяли. Сами, ты с ума сойдешь. Какие конфеты? Какой кассир? Какая рубиновая крошка? Взгляните, Николай Васильевич. Вот она. А вы чуть было не съели. Да. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова